Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в присутствии президента Зеленского объявил о раскрытии резонансного убийства белорусского журналиста Павла Шеремета. Напомню, журналисты убили 20 июля 2016 года. Подозреваемыми в совершении преступления названы известные националисты и волонтеры, участвовавшие в войне на Донбассе. С нами на связи из Киева известный украинский политолог Валентин Гайда. Валентин, рад вас приветствовать. Добрый день! Здравствуйте, Александр! Валентин, вопрос, который сразу возникает. Следует ли трактовать объявление о раскрытии убийства Шеремета как намерение министра внутренних дел господина Авакова, ну, скажем так, сдать своих для того, чтобы Зеленский не выглядел, ну, скажем так, не очень красиво в глазах партнеров по нормандскому формату? И вообще, зачем Авакову этому нужно? Сдавать своих? Спасибо. Ну, действительно, так все как-то внезапно случилось. Вот, нашлись, как бы, и фигуранты этого преступления, и улики, целая тона и маленькая тележка, да, и все это как-то тоже случайно после нормандского саммита. То есть, прошло три года, да, там, даже с небольшим после этого убийства, и только сейчас почему-то они зашевелились. Конечно же, это наталкивает на мысль, что это все не случайно. Действительно, в неком роде это можно связывать с недавними переговорами четверки, чем более, давайте вспомним, господин Аваков там присутствовал, хотя, якобы, ну, почему министр, ну, ты не их делал, он должен присутствовать. Да, он там закупил вертолеты французские на миллиард долларов, это понятно, да, был очередной скандал с этим связан, но я не думаю, что это была причина его появления в Париже. Вот, я думаю, что вопрос действительно в другом, что, как известно, радикалы, радикальный сегмент всегда мешал и установлению мира, и разведению сторон на Донбассе, и, собственно, вот документальной части оформления этого мира, да, вот, закона об особом статусе Донбасса. Поэтому действительно есть основания полагать, что на Зеленского либо надавили, либо дали даже карт-бланш для подобных действий, для подобных зачисток. Потому что действительно сейчас за последние годы радикальный сегмент, он стал довольно активный и малоуправляемый даже со стороны того же МВД или силовиков вообще. Поэтому, конечно, я связываю вот такое внезапное раскрытие этого преступления против, ну, вернее, убийства Шеремета именно с парижским вояжем Зеленского. А почему вы, вы спрашивали, почему Авакову это надо? Ну, я думаю, чтобы доказать свое влияние, скажем так, свою надобность, вот, свой вес в политике, да, и во властных структурах. Кстати, поговаривают многие, что это может быть трамплином для его премьерства, например, хотя я пока в это не особо верю, потому что для премьерства надо расшатать команду Зеленского. Да, она шатается, но, знаете, как Пизанская башня, шатается-шатается, но не падает. Поэтому пока про премьерство мы не можем говорить на сто процентов, да, но такие нотки, да, есть, действительно. Вот, и я думаю, что в Украине началось некое подобие ночи длинных ножей. Ну, кто не помнит такой экскурс в историю, да, это чистки в рядах радикального сегмента в нацистской партии, в частности в отрядах. Вот, поэтому, да, я связываю все это с нормандским саммитом и с неподконтрольностью радикалов. Валентин, на пресс-конференции, где это все происходило, Аваков озвучил, на мой взгляд, достаточно странный мотив убийства Шеремета, цитирую, попытка дестабилизировать ситуацию летом 16-го года. Вот, насколько убедителен мотив, доказательная база, ну и, разумеется, названы ли заказчики этого убийства? Ну, как всегда, с делом Гангадзе, с делом Бузины, которая вообще не двигается, кстати. И в этом же деле, естественно, заказчики не названы. И будьте уверены, они не будут названы, потому что, как правило, за такими громкими убийствами стоят очень высокопоставленные чиновники или политики. Вот, это первый момент. Кстати, вот тоже дело Майдана, да, вот до сих пор неизвестно, да, кто стрелял. А, значит, касаемо вот этих доводов Авакова, чтобы расшатать ситуацию, ну, при всем уважении к памяти Шеремета, действительно, он был выдающийся журналист, работал на радио Вести, кстати, а именно с этого радио я начинал свои эфиры, кстати, тоже. Вот, поэтому, действительно, он был известным журналистом, но вряд ли его знали, при всем, ну, снова-таки повторюсь, при всем уважении, знала довольно большая масса украинцев. Вот, следовательно, его убийство, никакой особый ажиотаж, как бы, ну, не спровоцировало в обществе. Да, понятно, что взрыв в центре Киева, покушение, это всегда картинка будет и для средств массовой информации, и для обсуждения в соцсетях, и вообще среди простых обывателей на улице. Но, чтобы спровоцировать какое-то негодование, какой-то взрыв, я сильно сомневаюсь. Это, кстати, еще раз доказывает то, что доказательная база, она была состряпана довольно быстро, чтобы хоть какие-то привести аргументы, и чтобы были какие-то основания для ареста подозреваемых. Вот, потому что, ну, действительно, все шито белыми нитками, и вряд ли был мотив убийств действительно спровоцировать какие-то настроения в обществе. Есть разные версии, то, что Шереметь занимался, там, коррупцией среди волонтеров АТО, так называемого, да, то есть, или коррупцией в МВД. Там есть масса разных оснований и причин. Ну, если уже их обсуждать, то это просто не хватит эфирного времени. Валентин, вопрос тогда немножко другой. Вы упомянули о Ночи длинных ножей. А можно ли предположить, что вот эта Ночь длинных ножей применительно к украинскому варианту нынешних событий касается исключительно тех атошников и тех патриотов, которые не подконтрольны Авакову? По большей части, думаю, да. На то они и не подконтрольны, чтобы к ним применять такого рода санкции. Вот. Хотя, как показывает практика, вместо длинных ножей используются толстые зеленые купюры. Вот. Просто банально покупаются радикалы, вот, и даются им должности. Как, например, Вадиму Трояну, одному из лидеров Патриота Украины. Он сейчас один из замов главы нас полиции, да. Вот. И прочее, и прочее. Там полка ЗОВ на балансе МВД, да. Вот. То есть, понятно, что всегда проще договориться. Вот. Но если речь идет о каких-то мелких группах или о неуправляемых группах, то, конечно, там уже идут в ход какие-то силовые санкции, которые вот мы сейчас видим. Вот. Или вспомните, с чего все начиналось, вот, противостояние радикалов и Авакова сразу после Майдана был такой Саша Музычко, Саша Купилы, да. Вот. Но он обещал повесить Авакова как собаку. Это цитата дословная. Ну, вот, чем закончилось, мы все знаем, да. Кого удалось купить, тот сейчас на службе, да. Вот. Кого не удалось, ну, уже тут варианты разные, да. Ну, в основном, это, конечно, идет речь об неподконтрольных элементах Авакову и силовикам. Валентин, Верховную Раду в эти дни фракция «Слуга народа» представила законопроект об особом статусе Луганской и Донецкой области. Вот, можно ли раскрытие дела Шеремета каким-то образом привязать к вот этому факту? Или это все притянуто за уши? Или, наоборот, не случайно это совпадение? Ну, видите, я же начал наш диалог с того, что я акцентировал внимание на том, что радикалы всегда препятствовали принятию тех или иных законов, да. Вспомните бросание гранат под Верховной Радой, да. В 15-м году, когда тоже голосовался вопрос, поднимался вопрос о статусе Донбасса. Поэтому, конечно, косвенно можно говорить о том, что вот этот прессинг, который начался, и инициативы по особому статусу, они не случайны. Понятно, да, что если у власти есть цель реализовать в полном объеме вторые минские соглашения, то, конечно, им стоит немного умереть аппетиты улиц и радикалов. Но, с другой стороны, как я вижу, вот по прошедшему саммиту Нормандской четверки и по настроениям вообще в политикуме, в обществе, мне кажется, что никто из власть имущих особо и не настроен реализовывать минские соглашения. Да, они сейчас продлили этот полуфейковый закон об особом статусе Донбасса, но, по сути же, это ничего не меняет. Надо разработка совсем другого механизма, да, вот реинтеграции этих территорий. А если вы вспомните, был уже недавно скандал, где уличили Офис Президента в том, что они неправильно перевели текст. Да, совершенно верно. Вот, и опустили там норму об особом статусе Донбасса. Поэтому тут вопрос, или они улицу боятся до сих пор, или они реально не хотят ничего делать для возвращения Донбасса в состав Украины. Ну вот, да, то есть, отвечая на ваш вопрос уже более четко, да, это может быть связано и прессинг, и эти инициативы законодательные. Но пока очень-очень косвенно. Давайте посмотрим вот на, будет ли обмен пленными, потому что и до сих пор непонятно. Вот, будут ли другие разведения в других точках, да, сил. Это все комплексные меры, понимаете. Вот, нельзя принять только один закон о статусе Донбасса, вот, но не принять, например, про амнистию, там, не провести обмен пленными и так далее. Это комплексные меры, поэтому будем смотреть, вот осталось две недели до обмена, будет ли он, и дальше будет известно, будут ли другие продвижения. И последний вопрос. Шеремет, как известно, был, в общем-то, противником России, выступал за евроинтеграцию Украины, и вот его дело неожиданно раскрыто. Можно ли из этого сделать вывод, что дело Олеси Бузины, которое вы уже упомянули, наоборот, раскрыто не будет, и мы не скоро узнаем, кто убил этого человека, человека, который придерживался противоположных взглядов. Да, смотрите, и тем более, что генпрокурор Рябошапка в который раз отказывает матери Олеси Бузины во встрече, вот, то есть, понятно, что, ну, он мог бы найти в своем, в кавычках, плотном графике время для матери убитого писателя, публициста, и с ней поговорить, рассказать о ходе следствия и каких-то результатах, но, видимо, у него дела поважнее, вот, поэтому я думаю, что да, и исходя вообще из всей картины, ну, вы же понимаете, что дело Шеремета, его размотали, я уже об этом говорил сегодня, наверное, раза три специально, вот, то есть, понятно, что есть те или иные соображения, по которым мы его сейчас именно раскрыли. Валентин, спасибо за это интервью, за очень интересную информацию, спасибо, всего самого доброго, успехов, мир Украине, и до новых встреч, до свидания, спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами, всего самого доброго, до новых встреч.